Данный ролик не преследует цели оскорбить кого-либо или представить что-либо в дурном свете и является пародией на жанр обзоров компьютерных игр. Материал не предназначен и недоступен для понимания лицами младше 18 лет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Про него рассказывать особо ничего не нужно. Он и в Африке хилбот. Ну в общем пробежимся по всем классам, хотя рассказывать о них я не буду. Классы здесь вполне себе типичные для любой ролевой игры, то есть жрец, лучник, боец, волшебник, воин и собственно ожидается еще один седьмой класс. Но больше всего конечно интерес представляет плут, поскольку в русскоязычных играх ММО и РПГ он вообще никак не представлен. Собственно, но играть за него я не хочу, я выберу Клерика. Я не буду очень оригинальным, просто потому что, как обычно, я уже объяснял много раз, жрецы это самый нужный класс, без него ни один рейд, ни одна пати никуда не пойдет. Хилл нужен всегда, собственно, поэтому я и стараюсь в последнее время в новых играх выбирать именно этот класс. Давайте же уже наконец создадим жреца. И сразу же возникает непонятная ситуация. Я прекрасно знаком с вселенной ДНД и посмотрите, невозможно распределить статы, блять, приходится кликать. Сила не так важна, как ни странно. Как для воина, например, сила нужна просто для Вар Приста, если вы его создаете. Но получается абсолютная ахинея, и придется сейчас нароливать нормальные статы в 18 мудрости и как минимум 16 харизмы. Почему харизму назвали обаянием, я лично не представляю. И почему невозможно распределить статы? Сразу же наталкивают на мысль, что, в общем-то, они никакого влияния на игровой процесс не оказывают. Это странно, чудовищно странно. Это действительно неправильно. Я думаю, что необходимо будет пояснить этот момент. И, собственно, поясню я его на примере самого настоящего ДНД. Блять, уже наролится-то, я заебался кликать. Блять, в пизду проскипаем этот момент. О, заебись, ну наконец-то. Прям идеально попадало. Попадание. Теперь, собственно, предлагают нам выбрать внешность. Ну, я думаю, что надо создавать какого-то эпичного гнома, самого такого крутого волосатого бородача. Такого мощного, крепко сбитого изверга. Я покажу вам конечный результат. Опять же, давайте просто пропустим этот момент. Потому что самое главное, естественно, далеко не внешность. В конце концов, его рожу вы никогда не увидите. Дело в том, что в игре невозможно поворачивать камеру мордой к персонажу. Ну, по крайней мере, я не разобрался, как это сделать. В общем, тоже сейчас проскипаем еще раз этот момент. Но скажу лишь, что здесь редактор охрененно детализованный. Да, вот здесь ничего не скажешь. Но, опять же, исключительно потому, что игру разрабатывали, увы и ах, господа, которые имеют прямое отношение к разнообразным гринделкам и прочим подделкам азиатского игропрома. Ну, в общем, вот что у меня получилось. Поехали дальше. Система божеств, собственно, из ДНД. И, естественно, без Realms все знакомо. Я тут же, безусловно, выбираю Baldur's Gate. Балда. Собственно, есть такая даже игра по вселенной. С божествами, конечно же, придется подзапариться. Но, опять же, исходя из того, что на статы, судя по всему, игроку должно быть насрать, то и божества нахрен никому не нужны. Ну, в самом деле, они во вселенной ДНД, они действительно оказывают очень серьезное влияние на персонажа. Например, мага. Вот, например, магам было бы неплохо выбирать вот этот знак. Ну, собственно, покровителя, бога, если хотите. Это для друидов и так далее, и так далее. Короче, я решил не выебываться и ткнул наугад. Да-да, все заебись, осталось только вписать имя, блять, биографию. Ну, представьте себе, можно даже биографию написать. Но это классик, разумеется. Ошибка, конечно же. Ну, и У надо правильно написать. Давайте уже начнем приключение. Ну, такой вот охуенный эпичный дворф получился. Ну, к чести разработчиков, загрузки происходят достаточно быстро. И только в момент пиковых загрузок самого сервера и канала сервера происходит дичайший-дичайший тупняк. В общем, я, естественно, буду скипать все эти заскриптованные сцены, потому что они нахер никому не нужны. В обучении какой-то совершенно эпичный дядька таким бодрым голосом вещает. Вилфреду, когда окажешься рядом, нажми F, чтобы поговорить. Слава пока! Нажми, чтобы поговорить! Блять, короче, в пизду, здесь тоже нихуя интересно. Естественно, сейчас меня будут учить нажимать ASDF, прыгать, пользоваться всякой херней. Ну, в общем, перейдем, наверное, сразу к обучению боевой системе, потому что система экипировки, она стандартна абсолютно для всех игр. И вот тут-то, короче, ждет нас самое удивительное открытие для вселенной D&D. Бестаргетовая система, блядские йоши! Игра превращается в шутер. Посмотрите, вы видите, таргет синий, красный, прямо в центре экрана. И все, что необходимо делать, это тупо выделять им. Возникает вопрос, если я, жрец, нахожусь в рейде, скажем, ну, хотя бы из 12 персонажей, каким макаром мне, блядь, их хилить? А вдогонку я задам второй вопрос. Вопрос в пустоту. Я задавал этот вопрос на форуме, меня моментально, естественно, удалили. Я имею в виду не аккаунт, а сообщение на форуме. Где, блядь, система D&D боевая, в принципе? Почему мой жрец использует только левую-правую кнопку и еще 3-4 скилла? Посмотрите на панель! Это D&D? Блядь, ази, еж, давайте посмотрим, хоть когда я получу, собственно, кучку этих скиллов, хоть посмотреть, что там есть, может быть, босса с какого-нибудь запинаем. Короче, дело к ночи, вот, собственно, ласт обучения. Скиллов у меня прибавилось ровно 3. Кнопка Q, правая кнопка мыши и еще какой-то там, блядь, хранитель. А, в общем-то, это ежедневное заклинание, которое можно использовать только один раз за отдых. Дайте уже его запинаем. Вытащил я босса, не стал изгаляться, сначала убивать его миньонов и прочую хуйту. Все, что я могу делать, это тупо шпы... шпыня. Все, какого хуя? Куда? Эвейт. Охуенно, система эвейтов в действии. Заебить, конечно, ну ладно. Смотрите, я босс меня вот теперь игнорирую. Твой, блядь, я, кажется, в босс попал точно. И, собственно, какого-то свое вот это ежедневное заклинание я запилил. Но, как ни странно, как ни странно, вы видите, что прям в центре панельки заполняется кость D20. Какой-то желтой мачоей. И, собственно, когда она наберется полностью, мне заново можно будет использовать это заклинание. Просто охуенно. А как же отдых? Опа! Вот так вот, собственно, ангел-хранитель прилетел, дал ему по щам, чувак опрокинулся. Бах, опять эвейт. Ну, просто охуенная система боевая. Блядь, в пизду. Короче, проскипаем и этот момент. Все равно он меня убить не может, очевидно. Но сначала давайте-ка посмотрим вот на эту панельку. Эта панель улучшения персонажа, жрец, собственно, в ДНД онлайн. Вы посмотрите, только сколько скиллов и ступеней. То есть не скиллов, а улучшений и скиллы. Это еще отдельная фишка. Кстати, я тут вспомнил, что забыл потратить очки развития. Надо бы засунуть их куда-нибудь. О, отлично, позитивная энергия. Надо брать. Надо брать. Да, нехуй читать, нехуй думать. Надо брать. Короче, не в том дело. Я просто показываю вам, что же это за прикол. В общем, видели, да? А теперь, смотрите, я открываю панель персонажа. Статы. Да хуя чего. Кстати, обратите внимание, армор класс. То есть класс брони в Невервинтер онлайн он переведен как класс защиты. Посмотрите, сколько скиллов. Это непосредственно навыки персонажа. Красться, слушать, замечать, переговаривать, торговаться, подавить, прыгнуть, исцелить, захилить, починить, сломать, отпиздить, что угодно сделать. Это только доступные мне фиты. Это еще одна фишка, свойственная классу. Посмотрите, сколько недоступных фитов. Охуеть! Просто охуеть! И во всем этом нужно разбираться. А теперь посмотрите на количество заклинаний. У меня только активных заклинаний в руке. Намного больше. Это уже готовые. А это, собственно, книга заклинаний моих. И опять же, заклинаний, которые я могу заготовить для каждого из уровней, из книги заклинаний, их опять же намного больше, чем в Невервинтер онлайн. Причем в оригинальном Невервинтере, то есть в первом. Да и во втором тоже, правда, в него никто не играл. В общем, это панель крафта. Ну, вы видите, да, что такое создание персонажа в ДНД. Хорошо запомнили? Замечательно. Возвращаемся в Невервинтер. И возвращаемся мы в него широченными шагами. Кстати... Кстати... Хотел сказать, умеет ли здесь персонаж перелазить через препятствия. Охуенно! Нет! В игре, которую вы только что видели, изданной аж в 2006 году, персонажи это делают по умолчанию. Ну ладно, в общем-то, обучение закончилось, и я уже тут залез в Инстонс. Это первый, где Нашер в качестве повстанца. Тогда еще, напомню, действия в этой игре происходят до первой части Невервинтер. Нашер здесь ворует корону и собирается захватить власть в Невервинтере. Отлично. Я запинал тут каких-то мобов. Кстати, боевая система так и не изменилась до сих пор. Так что у нас тут в сумке. Эй, верни. Ага, так. Обратите внимание, нельзя бежать одновременно и сидеть в сумке. Блять, непонятно. А вот здесь я даже слегка подохуел. Класс брони присутствует в системе здешней, как, собственно, присутствует в системе ДНД, но класса брони в тапочках нет. Какого хуя? Где броня в тапках? Ну, потертая икона, ерунда. Ладно, погнали дальше, в общем-то. Ой, блядь. То есть набор отмычек стал набором ловкости рук. Охуенно. Все-таки это косяки перевода. Я тут до World of Dragons перевода докапывался. Оказывается, это еще не самый кривой перевод. Гениально. Грандиозно. Я кончаю просто... Просто радугой, глядя на такое великолепие в игре. Не надо мне говорить о том, что у потертых предметов класса брони нет. Я обязательно выкопаю другой предмет. Мне говорят, что я недостаточно детально изучаю игры. Окей, я выкопаю предмет какого-нибудь более высокого качества, как с кого-нибудь босса. Я наверняка его получу. Вон там, я смотрю, босс какой-то впереди. Графон Диабло 3. Что за нахуй тут мигает, моргает? Что это, блядь? Понятно. Это была система указания пути. Вот эта дорожка светящаяся, как вы видите. Там он босс какой-то. Короче, нихуя это не босс никакой оказался. Собственно, я уже пришел к концу приключений, насколько я понимаю. Потому что мне даже мультик тут показали. И это... И это страж с охуенным интеллектом. Ку-ку. Ку-ку, ёпте. Ку-ку. Ну, просто охуенно. Нет, конечно, это здорово. Это клёво, когда в онлайн-игре можно так потаскать противника. Но, матерь божья, насколько же это скучно. И если это происходит в первом инстансе, а заметьте, я ебашил эту игру полчаса уже. На данный момент. То что же будет дальше? Неужели дальше будет интереснее? Вот не надо мне рассказывать сказки. Я даже не представляю, как я хилить буду без таргета. Ну, вот что-то там наковырял. Целую кучу всякой шелухи подобрал. Ладно, в пизду. Поехали дальше искать систему статов или... Или что там еще было. Вот опять, пожалуйста, никакого класса брони. Короче, опять ничего интересного в игре не происходило. Я уже прошел еще один инстанс. Вот, Honorary. Напарница, собственно, лорда Нашера. Первого лорда Нашера. Который в будущем будет править. Бля, ну насколько же тупо. Вот вы видели схватку с первым боссом. Теперь вот второй босс. Ну, давайте посмотрим. Бля, ну может хоть что-то здесь он выдаст. Интересное. Ну нет, вы знаете, до меня вот в этот момент дошло, что... Что я даже не должен никуда бегать. Если что, я могу даже заюзать зелье исцеления. Блядь, это смешно. Жрец использует зелье исцеления. Ну нет, они даже мне не понадобятся. Посмотрите. Просто стой на месте и хуярю. И все. И больше ничего не надо. Персонаж сам по себе хилится. Ну просто заебись. Это гениально. Это охуенно. Вот так вот убивается ласт в инстансе. Это просто пиздец. Да, блядь, даже самое первое нубское приключение, обучающее в DDO, было намного круче. Намного интереснее и намного сложнее, чем аж второй инстанс, который еще и... Я даже не знаю, как это сказать. Это главный сюжет, судя по всему, игры. Ну, действительно, как наши пришли к власти. В общем, друзья мои, добрался я до панели умения и прочей-прочей-прочей фигни. В общем, до окна раскачки персонажа. Ускорено в 6 раз. Я реально минут 15, наверное, здесь тупил. Пытался понять. Можете ставить на паузу в интересные моменты. Смотреть пути, всякие навыки, пути развития и прочая-прочая-прочая чушь. Но я гарантирую, что вы не увидите здесь ничего, что могло бы напоминать заклинания или какие-то иные активные умения. Здесь максимум, что способен делать жрец, это чуть-чуть бафать на броню. Вот сейчас как раз я пролистываю эти моменты. На броню может бафнуть. Чуть-чуть на срезку урона. Чуть-чуть на получение чуть большего исцеления. Но, блядь, от чего? Вот три, вроде бы, возможных пути развития. На самом деле, нет, нихуя. Это не заклинание, это чушь. Это вообще, суть по всему, награда за выполнение сюжетной линии. Это вообще нихуя никакого отношения не имеет. Это полный поебень. Пизду. Вот, короче, новый босс. Этот гигантский мёртвый, или наоборот, не мёртвый хуесос попытался меня напугать. Естественно, у него нихуя не вышло. Помогают ему парочка зомбей, которые тащим-то вообще мне урона не наносят. Пизданулся я совершенно случайно в воду. По воде здесь, кстати, можно шастать мир. Ну, как сказать, открытый. Я не так, чтобы его хорошо видел. Ну, наверное, открытый. Ну, охуенно. Я до него ещё не достаю. Вот, отлично. Получай пизды, сука. Заебись, из воды стрелять нельзя. Он резко становится недоступным. Охуенно. Вот это тактика поведения. Вот это гениальное поведение босса. В очередной раз. Уже в который раз я об этом говорю. Ну, ударишь меня. Нет, пришёл же уже. Ай, в пизду. Ладно, там лут какой-то выпал. Ну, я даже прицеливаюсь идеально. Ну, эй. Эй. Ну-ка. Так, ага. Ну, подобрался лут. Чё за фигня? Короче, я что, не могу подобрать лут под водой, что ли? Что это, блядь, за ограничения? Да какого хуя? Я в ярости. Это, блядь, не ДНД. Это не Немервинтер. Это говно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова